А вот это, ребята, океан! Это море! Ну все, вот мы дошли до конца этой бухты. Ну, грубо говоря, я плохо ориентируюсь, если идти по морю в правую сторону. Но вот там лачуги уже. Честно говоря, я туда не хочу идти. Вот, пожалуйста, ездят вот сами работники этого пирса. Никому тут сто лет не нужен. Они очень хорошо относятся к нам. Есть, конечно, мошенники, но говорят, что это приезжие всякие. Не знаю, правда, нет. И то они грабят только... Ну, вот пафосных таких грабят. Толстых, жирных. Вот они не любят их почему-то с большими цепями. Вот видите, собачки там уже залаяли. Где собачки вы, красавицы? А, они лают на мотоцикл. Вот. Ну вот лачуги я не хочу туда подходить. Ну, потому что, да, печально смотреть, конечно. Печально. Поэтому витамцы не любят. Какой пафос там. И там, если честно, конечно. Ну, не богатство точно. Не буду уточнять, что. Ну, по крайней мере, люди живут на берегу. Как бы, не знаю, моя мечта личная. Личная моя мечта. Не знаю, в такой лачуге. Да и в такой лачуге бы я смог жить. Господи, вообще не проблема. Тут что он? Дождик маленько пошел, такой небольшой еще. Ну, и он там уже совсем недалеко, это Вимпер. Туда мы сегодня не пойдем. Куда мы поедем потом попозже. С обратной стороны. Ну, тут как бы вот, типа, будка. А, там ко мне подошел охранник и забыл его снять. Ну, он полубался. Просто мне вот так рукой показал, что нужно выходить, по идее. Тебе тут не надо ходить. И все. А вот с этой стороны, да, конечно, у нас закрыто. Но если вы пешком ходите, да, подъехать, конечно, невозможно. С этой стороны. А пешочком, пожалуйста, на здоровье. Ну, я хочу пройтись немного по улице. Сейчас вот девушка интересно ехала, у нее каска упала. И остановилось три, ну, вот этих мотоциклетки. И мужики быстро раз хотели каску и подвезли. Ну, вот. Такое джентльменское, вьетнамское. Обратите внимание, я немного еще уточню. Вот смотрите, видите, такие деревья с желтыми цветочками. Я тоже любитель желтого цвета. У меня желтые майки есть, что-то еще желтое есть. Ну, как-то я сам об этом даже не подозревал. Но есть такое увлечение к нему. У моей жены тоже желтого много. Так вот символ этого цвета этого года у вьетнамцев желтый. И желтый, оказывается, это символ богатства. То есть золото, соответственно, желтое. Вот, понимаете. Поэтому, ребята, у кого, кто любит желтый цвет, ну, реально будет не бедный. Не знаю, сколько там, как у вас богатство проецируется. Там в миллионах долларов или в тысячах. Или, может быть, вам достаточно и 100 долларов в день. Как в Орле и Решке. Ребята, 100 долларов в день, да? Во Вьетнаме. Да я не знаю, вот всех странных, которые, они там понты колотят дешевые. Да 100 долларов в день везде. Это бешеные деньги. Запомните. Бешеные деньги. Орел и Решка. Вам респект. Наоборот, в смысле. Понты Николаевны. Обратите внимание, как природа сама себя, наша, матушка-земля, сама себя декорирует. Супер дизайнер. Нет, ну, естественно, вот тут дизайнеры, я согласен, поработали. Как бы. Ну, я думаю, не за бесплатно, во-первых. Ну, дайте мне такие растения и дайте мне немного хотя бы денег. Даже не столько, сколько им. Мне кажется, профессия дизайнера, это вообще левая профессия. Что такое дизайнер вообще? Почему может дизайнер кого-то где-то, чему-то научить? Ну, если у вас есть деньги, вы сами можете, рабочие, вы сами можете насадить, ну, все как угодно. Вот как вам нравится, наставить таких беседок и так далее. И тому подобное. Что тому? Ну, даже согласен, так, где-то стырить можно. Потому что вот сейчас мы идем. Это парковая зона. Вот там море, по которому проходили. Ну, маленько идем чуть по дороге. Просто тоже нужно посмотреть на людей иногда. Одиночеством надо лечиться в умеренных дозах. Все должно быть. Должна быть золотая середина. Ну, обзор номера. Вот номер такой. Три звезды. Помню, как гостиница называется, не важно. Ну, очень приличный, по-моему. Вот такие штуки. Если что, я попал под дождь. Сейчас сезон дождей во Вьетнаме. Попал под дождь, знаете, я счастлив. Счастлив почему? Потому что все познается на контрасте. Для того, чтобы быть счастливым под дождем, нужно походить на морозе минус 40 градусов. И все. Вы сразу поймете. Вот такое маленькое окошко. Понятно, что оно как бы никуда. Но самое интересное, что по утрам там поют петухи. Не знаю, там, наверное, местные жители живут, а разводят курица. Но это так классно. Это так, по моему мнению, нормальный человек. А вот люди, которые ходят вот в этих целлофановых пакетах, это люди-чучелоиды, которые боятся, что две капли на них упадет. Мой ресторан. Вот, обратите внимание, 10 тысяч грядки с знакомым. Монедь, для песняков, это 179 тысяч. Ну, это как бы 4 доллара. Короче, люди, которые приехали с районов Северной Сибири, где морозы были, минус 20. Они боятся вот-вот-вот они, обратите внимание. Да, они боятся, что на них упадет две капли воды. Конечно, дядь, целлофановых пакет, молодец, красавчик. В связи с тем, что здесь, предположим, если дождь капает, да, вот я промок весь до нитки. Ну, ребята, я счастлив, что я промок. Я промок, извините, меня 25 или 24 января, когда у нас, когда у нас, если, как в сказке, 20 месяцев, только за 300 миллиардов долларов можно это пожелать. Предположим, я хочу промокнуть 25 января, да. Ну, плати, предположим, триллион долларов, и ты промокнешь, да, мы сейчас тебе дождь пошлем. И то это нереально. А тут, извините, за 700 долларов, которые стоят путевка, кстати, я, может, я не указал, которые стоят путевка, и там... Ты промокаешь, ты счастлив, доволен. Такой ресторанчик. Вот здесь порция 6 огромных креветок стоит 5 долларов, чуть дешевле. Ну, как бы у нас этого не купить, не, ну, купить, но другие цифры, то до 6 можно и покушать. До 6.00, до 6.00. Хочу обратить внимание, ну, конечно, то, что нарисовано на рисунке, и то, что принесли, не две про сапоги, конечно, так и 6 креветок, и у нас стоит 5 долларов, слава богу. Ну, ничего страшного, мы не умрем, будем знать теперь, привет другие рестораны, поэтому не забудьте, все в жизни познается в сравнении. Зима-холод, кисло-пресно, горько и сладко, и так далее. Вот такой ресторанчик, потому что не знаю, как он называется, но, в принципе, не знаю, как бы 8 долларов, огромное пиво. Ну, креветки, как бы не те, которые нарисованы, но тем не менее, тем не менее, они очень вкусные, они свежайшие вообще. Плюс куча всяких соусов к ним, поэтому, в принципе, рекомендую. Если вдруг будете в Нинчанге, то смело заходите, ничего не потеряйте, только приобретете. Креветки были на вкус изумительные. Единственное, вот этот гриль, там какой-то запах специфический, когда хитин варят, то есть пардон, когда его на огне, то, ну, специфический вкус нежелательный. Ну, это мы любители. Находимся в преддверии вьетнамского Нового года. Вот там, видите, цифру 2017. Хоть мы живем на третьей линии, но для крутых это, наверное, караул, а для простых это очень замечательно. Вот видите, да, если что, две минуты. Крутым респект, пусть живут на первой. Ну, как же, два метра дойти на море, это же очень трудно, наверное, да? Не, те, кто худые, крутые, я согласен, проблем нет. Но кто жирный, дорогие мои товарищи, живите на чертолине, бродите пешком, где свежий воздух. И даже если подождик попадете, то это супер, вы постираете свою майку, мягко говоря, и шорты. В чем вы ходите, да, господи. Поэтому вот в преддверии вьетнамского Нового года, вот здесь ОСБ, вьетнамская. Вот там, вот видите, пожарная машина. Ну, в принципе, как везде, все спокойные, все довольные, все радостные. Вьетнамцы очень маленькие. Я вот хочу сесть в Сайгон, посмотреть, как они там по своим катакомбам лазили. Ну, посмотрим, как будет время. Мы посмотрим. А вот обратите внимание, как стилизована вообще сцена. Стилизована, стово стилизия, я так понимаю. Хотя сам все равно понимает это слово. Ну, как бы под Новый год, под снег, потому что, ну, все синенькое такое, с подсветкой. Как будто снег на пальму упал. Конечно, правильно ты говоришь. И вот удивительно, вот расстояние сцены буквально занимает, ну, грубо, да, сколько там рейдов? Раза 33, 5, 10, да? Ну, по метру возьмем, 10 метров. Вот здесь будет сидеть истиблишмент ньетнамский. Ну, российский, вы сами понимаете, кто. Казахский тоже, наверное, понимаете, кто. Ну, ребята, это цирк. Какая разница, 10 метров для сцены, 20 метров. Если на сцены понт, ну, как бы это и есть понт. Если на сцене какое-то реальное творчество, действительно реально, которое людей трогает, то да. Так вот, самое что удивительное, вот эта сцена, да, предположим, на выходе идут из отеля, ну, 10 минут. Для толстяков и толстопузов очень полезно пройтись, да? Что сейчас здесь будет, ну, потом посмотрим. А вот это, ребята, океан. Это море. Ну, как вы обратили внимание, вот там чувак, да, с виником. Это зон дождей по Вьетнаме. Он так дождь убирает. Дождь прошел, если честно. Ну, дождь, кайф, я промок до нитки. У меня какие-то там документы промокли. Ваучер какой-то там туристический. Сказали, что здесь, ребята, надо носить с собой ваучер. Иначе вас поймает суперполицейский. Никто, естественно, никого здесь не ловит, никто никому не нужен. Ну, смотрите, какая сила. Смотрите, какой. Ну, в принципе, сила-то сила. Да, вот представьте, если там сзади идет волна, например, цунами. Ну, как бы, да, как бы нежелательно, конечно. Но самое интересное, что ты ничего не подпишешь, если она пойдет все. Все, господа, любители моря. Не забывайте, что море со своей красотой всегда несет свою опасность. Так же и самолет, и небо. Какой там фильм есть? С Ренатой Литвиновой. Вот, вы сами знаете, да? Поэтому приглашаем сюда на эту сцену весь истеблишмент России. Почему России? Ну, Казахстан как-то неинтересно. Я там мало кого знаю, Розу Рымбаеву только. Но она хорошая девушка. Я видел в аэропорту скромность стоит возле стойки. Никого не достает. Ее никто не трогает. А вот, заметьте, вьетнамская толерантность. Тут столы. Ну, тут крутыши, наверное, себе не знаю, что крутого такого. Хотя вьетнамцы очень толерантны, если честно. Даже если он миллиардер, вы никогда этого не увидите. Нужно искать везде буфеты. Вот в виде такой очень приличный. Причем, он 3, это 4 звезды. У нас нет буфета в нашей гостинице. Ну, тут буквально через 2 шага есть. Ну, и еды разным валом, однозначно. Если сикут катите морскую, тут выбор, там, не знаю, колоссальнейший. В общем, всем приятного аппетита. Выбирайте буфеты. Стоит это 15 долларов. И можно есть до 9 часов. Ну, естественно, мы так делать не будем, но немножко попробуем. Все упомолить.